Первая причина родилась из ошибочного мнения, что эти военные машины должны быть абсолютно неуязвимыми. Однако войны 21 века много раз доказывали, что таковых просто не существует. Естественно, уничтожались в основном именно немодернизированные советские танки, находящиеся на вооружении слабо подготовленных стран третьего мира, у которых не было ни нормальной разведки, ни даже связи. Это вызвало ложную иллюзию у зрителей. Вторая причина заключается в непонимании той тактики, для которой они создавались. Советская школа танкостроения разрабатывала машину для глубокого молниеносного прорыва фронта при прикрытии широкой номенклатуры вооружения. НАТОвские же машины разрабатывались для борьбы с советскими танками, и потому вся их начинка заточена конкретно под данную цель.